Привет друзья, это канал Девайс. В новом видео я расскажу о мониторе AOC27B2AM. Если этот монитор вам понравится, пожалуйста, отметьте видео лайком и поделитесь своим мнением в комментариях. А также обязательно подписывайтесь и включайте колокольчик, ссылки на него добавлены в описании видео. Погнали! 27B2AM от AOC оснащенный 27-дюймовой VA панелью Full HD с реалистичными цветами. Кроме того, он снабжен технологиями Low Blue и Flicker Free. Панель VA отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения. 27B2AM имеет чрезвычайно высокую точность цветопередачи, охватывающую 101% цветового спектра sRGB. Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920x1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов. Соотношение сторон 27-дюймового монитора составляет 16 к 9, а максимальная глубина цвета 6 бит плюс FRC. Частота обновления монитора 75 Гц, минимальное время отклика матрицы 4 мс. Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках. В технологии Flicker Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом. 27 B2 AM – прекрасный вариант для установки нескольких мониторов благодаря поддержке крепления виса, трехсторонние безрамные панели и широкому углу обзора. Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор, окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом. Возможность наклона также способствует лучшей эргономичности и удобству работы. Размеры монитора с подставкой составляют 61 на 46 см, глубина – 18 см, вес – 3,6 кг. Для уменьшения вероятности появления неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз, применяется технология Flicker Free, которая подавляет мерцание экрана. Технология Low Blue Light снижает уровень излучения дисплеем вредных темно-синих составляющих видимой части спектра, что помогает предотвратить утомление глаз. Вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология адаптивной синхронизации Adaptive Sync обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и малое время отклика. На задней панели расположены разъемы 1 HDMI 1.4, 1 D-Sub VGA, 1 выход для аудио и наушников 3,5 мм, 1 гнездо питания 19VDC. Подключение VGA и HDMI обеспечивают возможность использования различных исходных устройств. В мониторе используется внешний блок питания мощностью 22 Вт. Я внимательно изучил отзывы покупателей в разных источниках и могу выделить основные моменты. Пользователям не нравится. Бликует на солнце. Нет регулировки высоты. Плохой встроенный звук. А вот что покупатели оценили больше всего. Большой экран. Дизайн. Доступный. Тонкие рамки. Большой запас яркости. Хорошие цвета. HDMI кабель в комплекте. Нет битых пикселей. На этом у меня все. Если обзор был интересным, обязательно отмечайте видео лайком, подписывайтесь на канал Девайс и включайте все уведомления под колоколом. В комментариях можете делиться своим мнением, замечаниями и пожеланиями. Ссылки на монитор из данного обзора вы найдете в описании. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео.